Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Мы уже вот с этой схемой два видео я снимала, но сейчас я хочу снять видео, коротенькое-коротенькое, именно график посева томатов для получения раннего урожая в теплице с указанием уровня сложности. И вот эти вот, раскрасила цвета, я специально для того, чтобы вы поняли, что самые ранние посевы, самые первые, это самый высокий уровень сложности, опасности. Их тяжелее всего довести в хорошем состоянии, качественную рассаду до высадки. Вот желтые, это уже будут посеяны чуть позже, они уже нормальные, стандартные посевы для теплицы. И белый цвет там или зеленый, это те, которые будут посеяны в марте, это благоприятные даты посева для томатов. Как одна женщина вчера написала, зрительница, что в это время солнце их тянет за макушку, они растут словно саны, если в феврале, в январе они почти не растут, у нас в домашних условиях не хотят ни толстеть, ни пышными становиться, то в марте они, ну как по мгновению палочки, только воткнушь семечко, оно тут же растет. Так, начнем. Если перед этим я показывала схему посадки, как я располагаю, какие сорта, я не стала все это вместе спутывать, то сейчас мы говорим только о датах посева. Самый первый посев, вот эти, которые будут, вот эти два ряда, я буду делать в январе, в конце января. Я вот написала январь 10-20, но я скорее всего склоняюсь ближе к 20 числу, буду или вот так в конце второй декады, или в начале третьей декады. Но это вот расписано красным цветом, это самые сложные январские посевы, которые требуют и освещения дополнительного, и тепла, стеллажа на окне, они у вас на подоконнике не вырастут, если вот как у меня сибирский регион, за ними нужно ухаживать и ухаживать. И как сегодня я комментарий прочитала, а что с ними делать, если посеете в январе, если затяжная весна, вот в том-то вся и проблема, поэтому люди и не берутся за такие ранние посевы. Было бы, если бы очень просто, все посадили бы и вырастили. Да, пикировать два раза, переваливать, все это я буду делать, только для того, чтобы вот этот вот урожай получился ранным. И вот тут вот сорта, я уже называла, выбираю все толстоногие, я потом еще, когда буду садить, о каждом расскажу, уже есть видео, какие это сорта. Только в ранние сроки, только с толстыми ножками, чтобы они не вытягивались, чтобы они не падали. Все, вот это самый высокий у нас уровень опасности. Дальше вот эти вот два ряда буду садить в традиционные для посева в теплицу сроки, то есть в феврале. Также с 10-го, 20-го, можно посеять 10-го, можно 15-го, можно 20-го, можно 25-го. Вы видите, что это уже на месяц позже, и эти сроки, они уже более, более, можно сказать, естественные. Мы их посеем в феврале, тут уже скоро март, рассаде будет уже легче, уже будет солнечный свет, все. Но вот эту вот теплицу, она у меня всегда разделяется, ну вот на супер ранний, и вот просто на ранний урожай, который в теплице, как получают все. То есть вот эти у меня будут расти, как обычные, как у всех людей. Буду высевать в феврале, ну будем считать февраль, средина. А для получения супер раннего урожая, буду высевать в конце января. Но это самая сложная работа, самая кропотливая, за ними требуется уход. И высевая вот эти вот ранние посевы, я всегда делаю с запасом. Мне их нужно всего 62 штуки. 62 штуки, и на каждый сорт, на каждую вот эту вот, я добавляю штук по 5-10, вдруг выбраковка, там бывают всякие заболевания. И если они не дойдут всем количеством, вот до конца, до высадки, то сюда буду размещать томаты, посеянные во второй срок. Все очень просто. Если первый выпадет, с первого посева какой-то, вот эти будем сеять, мы уже здесь много, я и в первую теплицу, и в вторую, я буду их замещать. Все. Вот это график посева с учетом именно вот такой степени сложности, степени опасности. Если вы не располагаете условиями дополнительными для томатов, если не располагаете свободным временем, то январские посевы я советую все-таки не делать, это сложно, это много работы, и иногда овчинка выделки не стоит, тогда вот февраль, с 10 по 20, всю теплицу можно засадить в феврале. Но я все-таки попробую январские вырастить, довести. Покажу вам, увидите, что из этого выйдет. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok